Друзья, вы знаете, почему нужно использовать OpenAI? Давным-давно Стив Джобс показал первый iPhone, и он стал культовым. Теперь OpenAI такая же технология, как Apple. 100 миллионов пользователей, 2 миллиарда долларов инвестиций от компании Microsoft. Крупнейшие компании работают с OpenAI, в том числе и Apple. Для того, чтобы стать экспертами и профессионалом в области искусственного интеллекта, необходимо использовать новейшие технологии. И не стесняйтесь за них платить, потому что лучшие технологии дают вам лучший результат. Тем самым вы становитесь экспертом в этой области. Я советую использовать OpenAI на сегодняшний день. Возможно, все поменяется в будущем, но на март 2025 года OpenAI является самым лучшим продуктом в области искусственного интеллекта. А вы знаете, в чем разница бесплатных и платных и технологий? Бесплатные, они хотят на вас заработать. Как правило, они выдают вам очень плохой контент, учатся на ваших данных. Это их основная система, в которой они как-то могут зарабатывать и оплачивать свои услуги. Искусственный интеллект – это дорогая технология. И как бы нам ни говорили любые маркетологи, что сейчас есть искусственный интеллект, который можно, в принципе, даже использовать на своем компьютере, на самом деле это не так. Искусственный интеллект – это работа огромного дата-центра, большое количество специалистов, обработка ваших данных. Поэтому платные сервисы искусственного интеллекта всегда будут выдавать результат лучше, чем бесплатные. Я уже не говорю про контекстное окно, в котором вы можете даже прочитать целую книгу, да. А когда бесплатные технологии, вы в скорейшем итоге можете спросить какой-то маленький вопрос, и наверняка вы получите какую-то галлюцинацию на обратный ответ. Хотя сейчас есть китайские аналоги, которые это опровергают, но если мы говорим про профессиональный искусственный интеллект, то, скорее всего, вы наверняка знаете, что платные сервисы дадут вам намного лучше результат. Поэтому я рекомендую использовать именно платные технологии. А давайте разберем, в чем разница бесплатного искусственного интеллекта и платного. В бесплатном искусственном интеллекте вы всегда будете получать ответ с галлюцинациями. И проблема заключается в том, что там используются не совсем хорошие технологии, в том числе и железо. В платном же, если мы возьмем за пример самую лучшую модель O1 Pro, вы сможете загрузить даже целую книгу, он сможет ее прочитать и выдать вам очень хороший анализ по этой книге, по фактам, деталям, даже по страницам. Почему? Потому что в O1 Pro вы получаете отдельный сервер, который работает только на вас. Он имеет возможность анализировать огромное количество данных. В том числе под этой моделью работает больше тысячи, возможно, даже десятка тысяч разных моделей машинного обучения, которое позволяет вам выдать абсолютно хороший результат без галлюцинаций, который еще и проверен другими моделями искусственного интеллекта. Бесплатный же, скорее всего, вам выдаст какой-то средний анализ, какую-то общую информацию, и поэтому, в принципе, в работе профессионально его нет смысла использовать. Также там еще намного больше отличий, но это основное. Контекстное окно и семантический анализ, потому что именно он и позволяет вам разделить хорошую платную модель и хорошую бесплатную модель по результату и выдаче этого конкретного результата. Друзья, а вы знаете, какие две страны самые крутые на сегодняшний день в области искусственного интеллекта? Я думаю, это Китай и США, и вы со мной согласитесь. Эти две страны обладают колоссальными ресурсами, у них огромные дата-центры, огромные инвестиции в этой области. Все остальные страны, скорее всего, отстали на лет 50. Разница между Китаем и США небольшая. Кто-то говорит три месяца, кто-то говорит два, но я считаю, что на данный момент они равны, потому что в Китае есть очень крутые генерационные модели в области видео и картинок, а у США очень хорошие модели по NLP. Это когда мы говорим про сервис именно OpenAI. Поэтому я считаю, что нужно обращать внимание на эти две страны, на продукты, которые разрабатываются в этих двух странах, чтобы точно получить самый лучший контент. Если мы говорим про Китай, и если вы хотите работать профессионально, встраиваться какие-то операторы и агенты, вы можете воспользоваться продуктами на данный момент с США. Поэтому, если вы хотите стать экспертом в области искусственного интеллекта, ориентируйтесь пока на эти две страны. Я лично считаю, что OpenAI очень похож на технологию iPhone. Если мы вспомним далекое прошлое, то iPhone был культовой технологией. Многие люди даже не могли поверить, что такую технологию можно было создать в то время. То же самое вышло и с компанией OpenAI. Но я говорю, что iPhone – это именно такое устройство, которое выбирает большинство людей бизнеса, людям, которым нужна надежность и безопасность, передовые технологии. И на него можно положиться. Вот OpenAI на сегодняшний день – это единственная технология, с которой, в принципе, можно работать в таком ключе. Компания Microsoft инвестирует огромные деньги в его безопасность для того, чтобы разные сервисы там работали просто отлично. Их можно было интегрировать даже на уровень госпиталей и в медицинские учреждения. Это говорит о том, что OpenAI станет, скорее всего, основным инструментом в скором времени в огромных компаниях. И мы сможем увидеть очень крутые решения от OpenAI в скором времени. Поэтому я говорю одно. Пока используйте OpenAI, если появится что-то новое, я вам обязательно про это расскажу. А сейчас я расскажу, почему не стоит использовать технологии искусственного интеллекта, которые уже в прошлом, такие как модели 3, 5, 4. Много компаний сейчас их продает за очень дешево. И вы думаете, что эти технологии безопасны. На самом деле не так. Никогда не проводился аудит этих технологий. Эти технологии всегда были в доступе опенсорсным. И в принципе мы не можем использовать опенсорсный код, как уже говорил Дуров, он является небезопасным. Поэтому я не могу вам рекомендовать их использование. Они выдают иногда неплохой результат, они достаточно дешевые. Но ваши данные могут использоваться другими людьми в нехороших намерениях. Поэтому использование вообще старого оборудования, старого софта, в том числе и продуктов искусственного интеллекта, не гарантирует вам самая главная безопасность и надежность ваших персональных данных. Об этом я рассказываю в своей книге «Как не стать банкротом», как защитить вообще в принципе свои персональные данные на сегодняшний день. Потому что охота за ними ведется ежедневно. И ведется не только компаниями Google, но и другими маленькими предприятиями, которые готовы залезть в ваш кошелек. А почему я выбираю технологии именно, которые находятся в Штатах? Да потому что в Штатах существует закон, там огромные инвестиции, там всегда будут ваши данные защищены. Когда мы говорим про Китай, я не знаю, если ваши данные не попадут куда-нибудь в свободный доступ. Я не считаю, что это пока гиперважная проблема на сегодняшний день. Но чем больше мы доверяем искусственному интеллекту, мы должны доверять и там, где наши данные хранятся. Естественно, когда мы говорим про наши личные данные, наши личные фотографии, особенно персональные, где мы включаем проблемы дипфейков, мы хотим, чтобы эти данные никуда не попали. Я считаю, что на сегодняшний день компании, которые работают в США, они очень сильно защищают ваши данные. Там существуют очень серьезные налоговые и законодательные проблемы, если эти компании не будут соблюдать правила, в том числе и уголовное право. Поэтому защита персональных данных в искусственном интеллекте я считаю проблемой номер один. Поэтому я выбираю на данный момент компанию США, потому что другие страны пока не являются конкурентами в области искусственного интеллекта. Да почему же я считаю компанию OpenAI элитным продуктом на рынке? Да потому что есть последний сервис, который называется DeepSearch, и когда вы сравниваете результаты этого продукта, они совершенно другие. К примеру, если мы берем тот же самый результат от компании AirOne китайской, то можно заметить, что их результаты очень схожи с выдачей в Гугле, где у компании OpenAI этот результат совершенно иной. Они пытаются проанализировать огромное количество сайтов. Также у них есть внутренние ресурсы, внутренние базы данных, которые закрыты от посторонних видов. И поэтому, когда вы ищете информацию абсолютно по разным системам, включая ту информацию, которая связана с продвижением роликов на YouTube, когда вам нужно найти какой-то определенный рецепт, они не используют интернет, а скорее всего они используют интернет как подтверждение для того, чтобы вам выдаст какие-то серьезные линки, для того, чтобы они могли показать, откуда эта информация была получена. Хотя зачастую, если вы используете продукт O1 Pro, вы, скорее всего, эту информацию нигде в интернете не найдете. И поэтому я считаю, что именно Deep Search от компании OpenAI – это элита на сегодняшний день. А сейчас я расскажу, почему стоит платить за продукты искусственного интеллекта. Никогда не бывает бесплатной рыбы. Потому что, когда вы используете какую-то технологию бесплатно, скорее всего, вы точно понимаете, что ваши персональные данные куда-то утекли. А хуже того, результат ваш, скорее всего, подменили. И, скорее всего, вы даже использовали не искусственный интеллект, а за кэшированный результат. Что это такое? Это такое, когда вы, в принципе, думаете, что искусственный интеллект не работает и не выдает вам то, что нужно. А вот платные продукты, особенно качественные, они вам будут пытаться выдать тот результат, который является уникальным, который больше всего подходит к вам. Поэтому не бойтесь платить за искусственный интеллект. И вообще, в скором времени каждый человек будет иметь свой уникальный искусственный интеллект. Скорее всего, сервер дома, либо сервер где-то в облаке, за который вы будете постоянно платить, потому что жизнь вы без него не сможете. Он будет обрабатывать все аспекты вашей жизни. Просто научитесь платить за искусственный интеллект. Узнайте, какие сервисы дают вам какой результат, и попытайтесь найти для себя приемлемый. Никогда не используйте сервисы бесплатно. А как вы думаете, куда может привести гонка США и Китая в области искусственного интеллекта? Я думаю, там есть два исхода. Большая революция в технологиях, либо какая-то огромная война. Я думаю, что два результата на сегодняшний день возможны, потому что искусственный интеллект ничем не регулируется. И чтобы его регулировать, нужны новые законы. Я вообще думаю, что искусственный интеллект – это некий новый субъект в нашем мире, как, допустим, обменники, как банки. Они имеют собственный закон. Я считаю, что все страны мира должны наконец-то начать уже работать в области искусственного интеллекта на его законодательном уровне и внедрять искусственный интеллект в ежедневную работу, но только с применением очень правильного закона. Да, очень важно понимать, что революция – это хорошо в области технологии, но она должна быть консервативной, потому что слишком быстрая прогрессивная революция может привести к необратимым последствиям. Поэтому подписывайтесь на мой канал, следите за последними новостями в области искусственного интеллекта. Самое главное помните, у нас все всегда бесплатно. Поэтому никогда не платите за информацию по искусственному интеллекту. Всем пока!